Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды. Сегодня я отвечу вам на вопрос, что же такое тело и кровь Иисуса Христа. Над этой загадкой бьются уже две тысячи лет многие философы и богословы, но они до сих пор не приблизились к разгадке этой тайны. Многие священники наивно полагают, что тело и кровь Иисуса Христа – это хлеб и вино, освященное в церкви. Расскажите, пожалуйста, почему вино называется кровью Христовой, а хлеб – его тело? Тоже вопрос из формы. Не всякое вино называется кровью Господней, и не всякий хлеб именуется телом. Но сам Христос Спаситель, указывая на хлеб и вино божественной Евхаристии, то есть на тайной вечере, которая и свершается, всякий раз, когда служится божественная литургия, называет истинным хлебом и истинным пятием, свидетельствуя о непостижимой для рассудка тайне, когда обыкновенные хлеб и вино силою креста и молитвы церкви притворяются в истинную целую кровь Спасителя. Это тайство таймс, чудо из чудес, аналогов которому нет нигде, но только в лоне Матери Церкви. И не то, и не всем то понятно, а лишь верным, любящим сынам и дочерям Матери Церкви Бог открывает это таймство из всех таймс. Профессор Алексей Ильич Осипов, русский богослов, кстати, отключенный от церкви, считает, что кровь и тело Иисуса Христа – это метафора. Вы учтите, когда мы читаем Священное Писание, то должны понять одну очень важную вещь. Очень важная вещь. Там очень много образных, метафорических слов. Полно. Когда уж прямая притча, и сказал Христос, и говорит, что это притча. Ну, ладно, если мы понимаем, здесь все-таки притча. Но во многих случаях, например, Он, Христос, не предупреждал о том, что это притча, а просто говорил. И при прямолинейном понимании этих слов мы встанем в тупик. Самый яркий, например, пример, или один, по крайней мере, из них – «Кто не будет есть моей плоти и пить моей крови, не имеет жизни вечной». Помните? Отошла группа, большая группа учеников. Что это такое? А Маккарий Великий пишет. Они, эти ученики, поняли это вещественно, по-плоцки, то есть искаженно, и отошли от Христа. А надо было понимать, это духовно. Братья и сестры, профессор Алексей Ильич Осипов приближается к разгадке этой величайшей тайны, но, тем не менее, прямо нам не говорит, что же все-таки имел в виду Иисус Христос. Я считаю, что тело Иисуса Христа – это наши добрые дела, а кровь Иисуса Христа – это наша искренняя вера в Отца нашего Небесного, в Бога. Друзья, я хочу привести практический пример применения вот этой тайны. Недавно прошли протесты по всей России, кто-то связывает их с Алексеем Навальным, но я считаю, что большинство россиян все-таки вышли на эти акции протеста, потому что они недовольны политикой, проводимой Владимиром Путиным и правительством Российской Федерации, ну и всеми органами власти. Люди недовольны путинизмом. Одна из участниц вот этих протестов, Маргарита Юдина, получила сильнейший удар в живот и затем ударилась головой. Затем к ней в больницу пришел один из чиновников и ей стали угрожать, что заберут ее дочку под опеку, а одного из сыновей заберут в армию. То есть женщина пострадала и физически, и морально. Далее я узнал, что Маргарита Юдина должна деньги, в том числе банку Олега Тинькова, знаменитого банкира. Он сейчас находится практически между жизнью и смертью, и мне хочется дать ему совет. Я думаю, что этот совет будет для него полезен. Что же может совершить, как может вкусить тело Иисуса Христа Олег Тиньков? Кстати, мой тезка, напомню вам, что Олег в переводе с древнескандинавского означает священный. Олег Тиньков может вкусить тело Иисуса Христа, простив долги Маргарите Юдиной, которая пострадала от этого государства. Ну, естественно, конечно, кровь Иисуса Христа Олег Тиньков может выпить, если только он искренне верит в нашего Отца Небесного, в Иисуса Христа и в Святой Дух. Тогда он может вкусить кровь Иисуса Христа. То есть, в принципе, все зависит от него. Друзья, от каждого из нас зависит то, где мы окажемся. В Царстве Небесном или в Гиене Огненной. Прощайте долги должникам вашим, и Отец наш Небесный простит ваши долги. И вы окажетесь в Царстве Небесном. Пишите ваши комментарии. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды.